Татарин 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 где находилась их резиденция. Но до середины 16 века большинство представителей рода Глинских в своих документах продолжали подписываться под фамилией Мамай. Об этом свидетельствует киевская летопись. Однако в 18 веке Елене Глинской все же незаслуженно приписали литовское происхождение, ссылаясь на то, что княжество Мансура на автономных условиях входило в состав Великого княжества Литовского. Этому влиятельному роду было суждено играть последующие несколько веков важную роль в судьбах Восточной Европы, княжества Московского и Речи Посполитой. В 1526 году Глинская сменила на московском престоле свою предшественницу и тоже татарху, но уже из золотордынского рода Мурзы, Атун, Соломонию, Сабурову. Она была моложе своего супруга Василия Третьего на 27 лет и своим образованием и развитием резко выделялась из среды русских женщин. Молодая княгиня была не только красавицей, она оказалась очень умной и сильной женщиной. Летописи красноречиво рассказывают о годах регенства молодой крымско-татарской княгини при малолетнем сыне Иоанне. После смерти своего мужа в декабре 1533 года Елена совершила настоящий государственный переворот. Она отстранила от власти боярскую верхушку и в 25 лет стала фактически правительницей московского государства. Четыре года княгиня довольно успешно правила Московии. При ней были налажены дипломатические связи, велось активное строительство. Одной из заслуг этой татарской княжны была денежная реформа, благодаря которой в будущей России появились первые монеты – копейка, деньга полкопейки и полушка четверть копейки. Конечно же, это не пришлось по нраву боярам. Они побаивались образованную, умную молодую татарку, которая и не думала жить, как ее предшественницы, теремной жизнью вдали от мирских сует. Как повествуют летописи, придворные вельможи единодушно сходились в том, что красивая басурманка, так ее именовали недруги, намекая на ее мусульманское происхождение, полностью возьмет в свои руки бразды правления. И, чтобы это предотвратить, поспешили ее отравить. Что касается самого Иоанна, то как бы бояре не стремились с юных лет влиять на молодого князя, татарская кровь и заложенное матерью воспитание сказалось на его дружеских взаимоотношениях с крымскими ханами, не считая временную размолвку Девлетом Гираем. Сохранилось немало сведений главный источник письма крымскому хану о том, что он свободно изъяснялся на своем родном татарском языке и относил себя к прямому потомку темника Мамая. Что касается его внешности, то не оставляет сомнения его принадлежность к мансурам. На сохранившихся портретах Иоанна Грозного и его сына Феодора можно увидеть лица с явно тюркскими чертами. В эпоху Иоанна IV еще больше усилилась татарская верхушка Московии. Например, во время Казанского похода в 1552 году, который был преподнесен как завоевание присоединения Казанского ханства к московскому государству, войско Иоанна состояло больше из татар, нежели войско Дзигера, хана Казани. Среди московских военачальников были крымский царевич Тахтамыш, царевич Шибанский Кадаид, Касимский царь Шеголей, астраханский царевич Кайбула, царевич Дербеш-Алей. Не говоря уже о десятках тысяч рядовых татар под их началом. Летописец тех событий сначала перечислял участвовавших в военном походе татарских воинов, уделял особое внимание их заслугам и только после упоминал основных участников. Это было не прихотью, чтобы угодить князю Иоанну, это была строгая субординация, так как русские военачальники не могли сравниться с татарами в знатности. То есть для московского сознания тех лет тюркский царевич был выше по происхождению любого боярина. Об этом говорит еще один яркий эпизод из царствования Иоанна Грозного, когда последний в 1575 году удалился в Александровскую Слободу, оставив вместо себя в Крымле татарина, золотардынца, чингизита Саина Булата, известного как царя Симеона Бекбулатовича, ведущего свой род все от того же крымского бея Мансура, но только по мужской линии. В начале 16 века московский княжеский дом окончательно породнился с татарами. Дело в том, что отец Грозного Василий III выдал свою сестру Евдокию замуж за царевича Кайдулу, сына казанского хана Ибрагима. От этого брака у них родилась дочь, впоследствии ставшая женой главы боярского правительства князя Василия Шуйского. Таким образом, через этот брак Шуйские породнились Иоанном Грозным, так как дочь Кайдулы приходилась молодому московскому князю двоюродной сестрой. В продолжении традиций Иоанн Грозный женил своих сыновей на татарках, старшего Ивана на Евдокии Собуровой, а младшего Феодора на Ирине Годуновой. У обеих родословные восходили к общему предку золотардынцу Чита Мурзе. В свою очередь, через брак своей сестры и царевича Феодора Борис Годунов, более известный при московском дворе под именем своего далекого предка Чита Мурза, породнился с царем. Последний из Рюриковичей, цар Феодор, царствовал 14 лет и умер в 1598 году, не оставив наследника. Власть полностью перешла татарину, царю Борису Годунову, который уже фактически правил с 1587 года. По завещанию царя Бориса Годунова, московский трон перешел к его 16-летнему сыну татарину Феодору Годунову. Однако, молодой человек не смог удержать власть в своих руках и был задушен боярской группировкой, перешедшей на сторону Лжедмитрия I. Новая династия Романовых, как и Рюриковичи, роднились со знатными татарскими фамилиями, представители которых проживали в ассальне Крымскому ханству в Москве. Первые Романовы породнились с родом татарского Мурзы Исмаила Урусова, а царь Алексей Михайлович, прозванный Чешайшим, во второй раз женился на дочери Нарыш Мурзы. Вот тут и начинается самое интересное. Для начала надо сказать, что известная российской историей Наталья Нарышкина, мать Петра I, была чистокровная крымская татарка. Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло. Разве приятно было бы России раскручивать самого великого русского царя, в чьей родословной были крымские татары? Наталья Нарышкина, к сожалению, ее настоящее имя до нас не дошло, происходило из крымско-татарского рода Мурзы Исмаила Нарыша. Нарыш – Нар, по-турски означает «гранат». Ее отец в русской истории, известен как Мурза Кирилл Нарыш, женился на девушке из знатного и старинного татарского рода Аббатур. А уже в 1669 году его дочь стала супругой овдовевшего русского царя Алексея Михайловича. Она и родила троих здоровых детей – сына Петра и двух дочерей. Известно, что Петр Алексеевич, которому судьба уготовила российский престол, был прямой противоположностью своим хилым, немощным и больным сводным братьям, рожденным от первого брака царя с Милославской. Один за другим они уходили из жизни, не пережив своего отца. Остались только Феодор Алексеевич, которого поспешили женить на татарке Марфе Апраксиной, чей род восходил к тюркскому Мурзе Салихмиру и царевич Иван. Но, унаследовав трон, отца Феодор умер в бездетном возрасте 21 года. Второй же брат Иван, чуть старше самого Петра, прожил до 30 лет. Однако последние годы жизни не принимал никакого участия в государственных делах. Бразды правления до совершеннолетия сына Петра взяла в свои руки Наталья Нарышкина, женщина нового времени, образованная, умная и властная. Именно с этого времени во главе государства становится прогрессивный крымско-татарский клан Нарышкины. Петр Алексеевич был очень привязан к своей татарской родне. Он доверил своему дяде Льву Нарышкину во время своих европейских вояжей управления Московией. Да и вообще татарские гены Петра тянули его к своим соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Феодором Апраксиным, а также с Михаилом Матюшкиным из тюркского рода Мурзы Албаушу. Петр Первый не оставил после себя наследника мужского пола, но через 10 лет после его смерти на трон зашла его дочь Елизавета, которая походила своим характером и манерами на свою крымско-татарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию свой трон она оставила родному племяннику Петру Третьему, сыну своей сестры Анны, в котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь. Итак, на русском троне три великих русских царя, Иван Грозный, Борис Годунов и Петр Первый, имели татарское происхождение. Поэтому можно смело сказать, что Россией правили татары, которых сменили немцы. Так что уже последний русский царь Николай Второй русским мог назваться с большой оговоркой.